Итак, делаем рекуператор. Рекуператор будет пластинчатый, и основным элементом пластинчатого рекуператора, как и любого другого, является теплообменник. В моем случае теплообменник будет из сотового полипропилена, то есть это не поликарбонат, а полипропилен. Почему именно он? Из алюминия делать несколько сложновато, то есть фольгу надо натягивать, точно такие же элементы нужно было бы придумывать. Которые к ней бы приклеивались и так далее. То есть даже если она будет около 20 микрон, который такой самый приемлемый вариант, то все равно это было бы сложно. Здесь относительно просто. Сотовый полипропилен он гигиеничный, то есть он не выделяет ничего. Единственное его отличие от поликарбоната в том, что он очень боится ультрафиолета, но в нашем случае это совершенно не важно. Понятно, что это будет чуть хуже, чем металл, в частности алюминий. Но тем не менее, такая небольшая разница в КПД будет слегка окупаться простотой изготовления. Итак, что из себя представляет сам теплообменник? Листы, которые я нарезал, они квадратные. Нужно делать квадратные, это самый удобный вариант. Вот такой лист. По-моему, это 30 на 30 у меня квадраты по сантиметрам. На каждую секцию наклеиваем вот такие вот полосы. Я заранее подготовил такие полосочки, нарезал по бокам с тремя ребрами, в середине с двумя, то есть с одной, одна сота. Приклеивал я все вот эти вот полоски к самой секции с помощью жидких гвоздей, то есть клей-монтаж помент. Очень толким слоем здесь сплошной, здесь капельками. И получалась вот такая штуковина. Полоски сами поперек сот. Вот видно, что соты идут вдоль. Соты сами будут поперек этих полосок. Каждый теплообменник состоит из 30 таких секций. Вот эти вот полоски я нарезал заранее. И здесь 30 секций на другой теплообменник. После этого здесь будут устанавливаться уголки, все будет дособираться. Работа, в принципе, это тяжелая, муторная и нудная. В принципе, нужно готовиться к тому, что будет надоедать. То есть на каждый теплообменник уйдет около трех часов. Соответственно, только теплообменники займут у вас весь световой день. В итоге получились вот такие теплообменники. Каждый теплообменник размером 30 на 30 и высоту 19 сантиметров. Зазор между пластинами 3,5 миллиметра по размеру самого сотового пропилена. С одной стороны у нас ячейки, с другой стороны ячеек нет. Вот такие они одинаковые теплообменники и, соответственно, будут размещены последовательно. Сначала вытяжка идет, допустим, через сторону, где нет сот, а потом через ту сторону, где есть соты. Чтобы стабилизировать, уравнять давление. Чтобы потери в рекуператоре были одинаковые на вытяжке и на притоке. Значит, когда делается сам теплообменник, здесь все равно вырез не идеально ровный у меня получился. И чтобы контакты уплотнить, потом нужно вот такими уголками сделать. Это пластиковый уголок декоративный, 20 рублей 3 метра стоит. Но когда вот сюда вот клей наносится в большом объеме, все равно он играет и идеальную ровную линию может и не создать. А лучше делать из каких-нибудь алюминиевых уголков или чего-нибудь жесткого. То есть, есть для полов там стыки всякие, для линолеума такие вот уже уголки есть. Вот, можно вот, они подороже будут, конечно, нарезать их, но будет идеально ровная поверхность. И проще будет герметично их состыковать. В принципе, там супер-пупер 100% герметичность не нужна. Если будет где-то подсос воздуха, там, в общей сложности, эти щели дадут там, ну, 1% или 2%. Если расположить правильно вентиляторы, то из-за вытяжки пойдет в приток. То есть, после фильтров, ну, будет 1% или 2% рециркуляция. Ничего там страшного нет. В общем, собственно, вот такая конструкция. Получилось все, как и планировалось, где-то 3 часа. Это только на склейку, причем без резки. То есть, если добавить сюда поиск именно полипропилена, потом его нужно будет порезать, я его резал на месте покупки, потому что в машину легковую он не помещается. Нарезать, там же нарисовать все это, сразу же знать, какого размера будут прямоугольники. Эти прямоугольники нарезать, это тоже долго. Так же долго резать вот эти вот промежуточные такие вот полосочки. То есть, здесь у меня полоски из трех секций, вот из трех соток. А здесь вот одна сотка. То есть, 2 ребра, там у меня 3 ребра. Это тоже очень долго. То есть, в принципе, на каждый теплообменник в совокупности может уйти около 5 часов. То есть, сами смотрите, насколько это выгодно. Сейчас есть, конечно, рекуператоры готовые. Если думать о том, что проще купить там какой-нибудь Евролюкс и ПВС-200, тот же самый, то, в принципе, он стоит около 40. Сейчас цены, может быть, изменились, я не знаю. И тут тоже этот вариант имеет место быть, но производительность вентиляторов не факт, что вам обеспечит нужный расход воздуха по вашей системе. Потому что вы этот вентилятор уже мощнее не поставите, и это придется дополнительной ставить. То есть, у вас будет один шуметь, второй шуметь и так далее. И там один теплообменник. И, в принципе, вот такой колхоз, который происходит, он тоже не самым лучшим образом все получается. Поэтому я думаю, что если рассматривать вариант покупки, то рассматривать вариант покупки именно теплообменников и только теплообменников. Ну, скорее, вот продаются прямо из сотового полипропилена. Можно попробовать, конечно, мембранные купить, там еще и возврат влаги будет. И вот эти уже готовые теплообменники, как основную составляющую рекуператора, вставлять в свой корпус. Потому что корпус так или иначе придется утеплять, за исключением тех случаев, когда он прям, рекуператор стоит в комнате. Все, вот эти теплообменники будут устанавливаться. В следующей серии я расскажу о самом корпусе, одновременно выполняющем и функцию утеплителя. Продолжение следует...